В Актау к приезду президента количество билбордов с его изображением не увеличилось. На этот рассказ Мжомар Токаев вообще не увидел своих изображений. В Приморском городе глава государства сегодня принял участие в памятных мероприятиях в честь казахстанского писателя Абеша Кикельбаева. А руководство областного центра, судя по всему, извлекло уроки из апрельского рабочего визита президента. Тогда в Актау было размещено больше 10 билбордов с его фото. Токаев раскритиковал, как он сказал, административную ретивность, поручив Акимам размещать на улицах информацию об успехах Казахстана, а не его фотографии. Сейчас в Актау всего 6 счетов, на которых написано послание президента. Кроме этого, 20 билбордов с изображением Абеша Кикельбаева. В честь его 80-летнего юбилея в регионе проводятся масштабные мероприятия. В их рамках в областном центре сегодня открыли памятник писателю и музей его имени. Лаура Байбачанова о масштабах. О широте души и таланте Абеша Кикельбаева могут рассказать не только родные, но и те, кто близко с ним знаком не был. Сегодня на его малой родине собрались соратники, коллеги и поклонники творчества. В числе таковых и сам президент страны. Глава государства удостоился высокой чести открыть памятник великому писателю. Наш долг чтить и помнить граждан, которые стали настоящей гордостью народа. Было бы побольше таких людей в народе. Так всегда Ельбасе говорил об Абешага и называл его одной из выдающихся личностей нашего народа. Абеша Кикельбаева высоко ценили в интеллектуальной элите. Он был первым писателем, кто удостоился звания Йенбек-Яре. С первых лет его прихода в литературный мир он поднимал вопросы национального сознания, казахского языка, традиций и культуры нашего народа. Новую достопримечательность установили у центра Кикельбаева. Она и будет вечным символом казахстанского патриотизма, беззаветной любви к родине и своему народу. Эти черты всегда отличали Абеша Кикельбаева не только в творчестве, но и политической карьере. С Абешага мы были коллегами в парламенте. Я глубоко уважал его. Он приложил очень много сил, чтобы укрепить независимость на заре ее становления вместе с Ельбасе. Абеша Кикельбаев стал видным государственным деятелем. Он модернизировал сознание народа. Его слова о том, что независимость – это национальная ответственность, заставили задуматься многих. Задуматься о многом и сделать выводы – мысль Абеша Кикельбаева поможет и многим молодым людям современности. Сегодняшней молодежи нужно знать все об общественно-политических взглядах Абеша Кикельбаева. Его творчество основывалось на истории и независимости. Его знания и взгляды были универсальными. И без сомнений произведения Абеша Кикельбаева останутся духовными ценностями на века. Напомнил Касымжумар Тукаев и еще об одной ценности, которая всегда дорожила, и о которой всегда напоминал писатель. Задача интеллектуальной элиты – это воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма. Абеша Кикельбаев стал настоящим символом патриотизма. Мы всегда будем помнить его слова, что народ, который не бережет подрастающее поколение, обречен остаться без нации. Нам важно соблюдать все эти заветы, которые оставил нам Абеша Кикельбаев. Сегодня же Касымжумар Тукаев посетил другую достопримечательность – музей Абеша Кикельбаева. Такой же светлый и располагающий к размышлениям. И даже энергетика в здании кажется особенной. О том, сколько здесь собрано экспонатов, сотрудники музея сказать пока затрудняются. Фонд еще пополняется. Но уникальных вещей здесь много и сейчас. Вот фото с мамой. Главу их семьи забрали на фронт. И Айсауле Апай одна вырастила четверых детей. Есть в этой экспозиции и сведения еще об одном ценном для Абеша Кикельбаева месте. Найти его он пытался всю свою жизнь. Многие годы искал своего отца, могилу своего отца. В 2019 году поисковиками найдена была могила отца в Смоленской области. И привезен к нам в музей документ. Я удостоверяю, что он погиб в 1943 году. Он похоронен в братской могиле. Просто ошибочная фамилия была написана по-другому. И название Гуриевской области было написано Курильская область. Каждый экспонат в музее – это отдельная история о жизни писателя. Рукописи, документы, грамоты, сувениры, подарки. К примеру, этот ковер Абешу Кикельбаеву лично подарил Гейдар Алиф. Памятные медали ему вручали и первые лица Франции, Италии и других государств. Там Абешу Кикельбаева уважали не только за его непревзойденный талант, но и за мудрые политические решения. В 1993 он имел статус государственного советника. Еще через три года был назначен на должность госсекретаря Казахстана. Затем вел законотворческую работу в Сенате и Можелисе. Занимая самые высокие государственные посты, он продолжал писать. И каждое произведение буквально дышало историей. Эта художественная роспись уникальна. Здесь изображены герои знаменитых произведений Кикельбаева. Можелисы, ханы, известные батыры. Изображен здесь и фрагмент из книги Ки или баллада «Забытых лет», когда из человека делали манкурта, и он терял связь со своими корнями. В экспертных кругах уверены, что первым в литературный оборот от слова «манкурт» вел именно Абиш Кикельбаев. Творения Кикельбаева переведены на 14 языков мира. Он вошел в список самых лучших писателей 20 века, по версии немецких литературных экспертов, которые отмечали, что его всегда волновала судьба казахского народа. Одну из таких статей, критических статей, в которых он описывает о слабой подготовке своего колхоза к посевной, обсуждали, оказывается, на заседании райковой партии с приглашением автора. И руководители дали обещание, что они лучше подготовятся к посевной. Он пишет, техника нашли в другом месте, почему они не собраны. Об этом маленький мальчик, 5-6-классник пишет. Детство Абиша Кикельбаева прошло здесь, в селе Унде. В этой школе он учился. На малой родине сверстников писателя уже не осталось. Но о знаменитом земляке здесь каждый знает и рассказывает с большую гордостью. Абиш Ага был гораздо старше нас. Но я ребенком помню, он отличался от своих сверстников. Всегда был таким вдумчивым, уверенным. Он повзрослел раньше остальных. В 6-м классе он уже читал газеты, писал статьи. И мы всегда читали их с большой гордостью. Каким усердным и целеустремленным в школьные годы был Абиш Кикельбаев, помнит и его супруга. Тогда он писал не только статьи в газеты, но и посвящал ей стихотворения. А я не очень красивая, но у меня волос его понравился. Что у меня длинный волос. Чтобы меня увидеть, залезли в самую вершину и ждет, когда я выйду. Самовар поставили или что. Чтобы увидеть. Увидел один раз и пошли они. Вместе они прожили больше полувека. Клара Апай все эти годы создавала уют в доме. Воспитывала детей. Он писал в газетке Бармакова Жазат. Копейка получит. И так хорошо. Вот так. Книга. Мы поженились. Он первый гонорар получал «Война и мир». Духтомник его переводил. Вот тогда получили гонорар. Мы мебель могли купить. Кухонный. И купили бабушке диван. Вот все. А следующий еще гонорар получили. Спальня. Вот так мы шили. Скромный. Он никогда себя не преувеличивал. И вот сейчас вот не успел работать. Все у них есть, например. Дом есть. Машина есть. И все-все есть. Он никогда не переживал, что у него нет машины. Только творчество. Где вот книга откроет, ему и надо что-то прочитать. Он знает, какую страницу открыть. И откроет, и прочитает. Писатель ушел из жизни четыре года назад. В этом году Абишу Кикельбаеву должно было исполниться 80 лет. О дне рождения выдающегося писателя знают не только на его малой родине, но и в каждом уголке страны, где выросли почитатели непревзойденного таланта, многогранной личности Абиша Кикельбаева. Лаура Байбачанова, Азамат Саметов, Асхат Азритханов. Итоги дня. Мангистанскую область.